Куба и США официально объявили о скором открытии своих посольств в Гаване и Вашингтоне. Дипломатические отношения между странами восстанавливаются спустя 54 года после заморозки всяких связей. Президент Барак Обама выступил сегодня со специальным обращением к нации, назвав это событие историческим. К официальному визиту на Кубу готовится глава американского госдепа Джон Керри. Тему продолжит Евгений Маслов. Представителю госдепартамента США в Гаване сегодня официально вручили письмо от кубинского лидера Рауля Кастро, адресованное президенту Бараку Обаме. В нем подтверждается решение об открытии американского посольства на Кубе, специально, чтобы подчеркнуть значимость этого события. Отношения между двумя странами были заморожены в 1961 году, когда США разорвали дипломатические связи с Кубой и вели эмбарго на торговлю с этой страной. Два года спустя, после победы кубинской революции. В конце 2014-го администрации Барака Обамы и Рауля Кастро объявили о нормализации двусторонних отношений. И вот, наконец, первый реальный шаг — открытие посольств. Президент Обама выступил сегодня в прямом эфире, обратившись к американцам. Его речь была лаконичной, эмоциональной и выразительной. Он назвал это событие историческим и эпохальным. Но пообещал, что США не намерены молчать, если речь будет идти о нарушении прав человека и преследовании инакомыслящих на Кубе. По таким вопросам, как борьба с терроризмом, взаимодействие в случае стихийных бедствий, мы найдем пути сотрудничества. Что касается основополагающих американских ценностей, таких как свобода слова, свобода собраний и доступ к информации, мы будем стоять на своем и не будем проявлять нерешительность, говоря об этом. Я уверен, что лучший способ отстаивать наши принципы в отношениях с Кубой – посредством диалога. Новость в США встретили в целом с воодушевлением. Открытие посольства знаний большинства американцев теперь уже официально означает окончательное завершение времен Холодной войны. Но американскому президенту возразили республиканцы на Капиталистском холме. В нормализации отношений с Кубой они ведут предательство американских идеалов. Сенат не поддержит назначение посла на Кубу. Также Конгресс не поддержит финансирование посольства. Президент может изменить название здания, но конгрессмены не намерены поддерживать режим Кастро. Часть эмигрантов кубинского происхождения, старые закалки, бежавшие в США, и у которых к коммунистическому режиму отношение особое, считают, что с Гаваной нужно разговаривать жестко. Но несмотря на то, что в своей речи Обама четко дал понять, спуску кубинским властям в вопросах важных для США он не даст, критиков это, судя по первой реакции, не удовлетворило. Республиканцы считают, что США противоречат своим собственным принципам, дают слабину и идут на поводу у Гаванны. Так или иначе, американский флаг поднимется над посольством США кубинской столице уже в середине июля, и, соответственно, в Вашингтоне будет официально развиваться кубинский флаг. Евгений Маслов, Александр Бабаев, телекомпания RTVI, Нью-Йорк.